Всю жизнь видел, что зло рядом с добром уживается. Я думаю, что так было и будет всегда и везде. Как вы считаете? Главное, я не могу отличить зло от добра. Например, белый и красный. А вы можете? Ну, я думаю, могу. А белый и красный, ну, во-первых, скажем так, к сожалению, я не сказал, что красные хорошие делали, белые, и те, и другие делали очень много зла. Потому что зверствовали, как ни странно, и красные, и белые. Вот это мне всегда было горчично. И не случайно, наверное, делалось. Потому что если бы белые не зверствовали, то красные бы никогда не победили. А красные победили почему? Ну, знаете, где есть Троцкий? Кто в курсе? Не все, но единицы. Так вот, почему красные победили? Одна из причин, потому что Троцкий применил такой метод, будучи председателем Реввоенцовета, то есть, в принципе, главнокомандующим и президентом страны в то время. Если красные отступали, неважно, по приказу, без приказа, он им очень любил, кажется, части останавливать, приказы рассчитаться на первой, второй, первая шренинга вперед, вторая назад, или на каждого десятого, в зависимости от строения, или каждого десятого расстреливал, или каждого второго. И после этого красные вынуждены идти вперед, потому что то же самое, как во время войны, в первые годы, так сказать, наших ребят бросали против танков с винтовками, а сзади стояли сградительные отряды, у которых были пулеметы, и так далее, и так далее, и как только наши ребята отступали, их расстреляли пулеметами. А почему не поставить пулеметы на переднюю линию, чтобы врага убивать, да? Убивали своих, этими пулеметами и автоматами. Вот примерно такой же метод действовали в Красной Армии. И действительно Троцкий заявлял, что мы покажем, что белые рабы, то, что, ну, фраза-то он точно не помнит, но суть такая, что ту тиранию, которую мы принесем белым рабам, как говорится, не снилась тиранам прошлого. Это то, что его фразы, то, что большевики несли нашему народу. Потому что под белыми рабами он понимал именно нас с вами. Тогда, ну, и продолжают понимать до сих пор многие. Следующий вопрос. Субтитры создавал DimaTorzok